Энергетики Муравленко отмечают свой профессиональный праздник. В День энергетика чествуют тех, кто посвятил свой трудовой путь созданию и обслуживанию энергетического комплекса страны, и для кого слова «тепло» и «свет» – это дело всей жизни. В этой профессии, как и в других сферах, есть лучшие её представители – люди, которые вкладывают в работу душу. Начальника производственно-технического отдела филиала РСК «Ямала» Ирину Макарову можно назвать ветераном предприятия. В электросетевой компании женщина трудится уже 17 лет. Эту непростую профессию Ирина выбрала по совету родителей. По совету отца пошла на электрика. Он мне тогда сказал, что столбы стоят в каждой деревне, без работы не останешься. Ирина с улыбкой вспоминает учёбу в техникуме. Она была единственной девушкой в группе. Но это не помешало успешно освоить азы мужской профессии и закончить учёбу с красным дипломом. «Учёба давалась легко, потому что там было понятно, интересно». А вот устроиться на работу в РСК «Ямала» Ирине Николаевне удалось только с третьего раза. Но она своего добилась. «Несмотря на красный диплом, брать не хотели, потому что девочка. С третьего раза взяли электроматёром и работала поначалу электроматёром. Устроилась в 2004 году». Сейчас отдел, которым руководит Ирина Макарова – это мозг предприятия. Через неё проходят кипы важных бумаг, планы ремонтов электросетей, договоры на подключение, документация по строительству новых подстанций и многое другое. «Рассматриваем. Мы не разрабатываем, но мы рассматриваем все проекты и проверяем на наличие замечаний, правильно ли они выполнены, соответствуют ли они всем требованиям. И только после этого запускаем их в работу». За ответственный подход к своему делу Ирину Макарову ценят и уважают в коллективе. «От неё зависит очень многое. Технологическое присоединение, выполнение инвестиционных программ, планирование инвестиционных программ, которое зависит от электроснабжения города Муравленко. В принципе, на ней держится очень много в этом предприятии. Нареканий никогда к ней не было. В принципе, свои обязанности она исполняет хорошо». Электрики делятся на тех, кто работают руками и на тех, кто как мы – головой, говорит Ирина Николаевна. «Мы в основном занимаемся бумагами, но без наших бумаг и остальные электрики не смогли бы работать». А вот сотрудник филиала «Ямалкоммунэнерго» Максим Русских с электрооборудованием знаком не понаслышке. Максим Сергеевич – яркий пример становления квалифицированного специалиста. Поработав на нескольких предприятиях города, отдал предпочтение «Ямалкоммунэнерго». Имея четвёртый разряд по специальности «Электрик», он за несколько лет достиг уровня руководителя участка. «Здесь я выбрал более такую службу, где работа более сложнее, точнее, более ответственнее, как бы я так мог сказать». На отдел Максима Сергеевича возложена важная миссия – обеспечивать бесперебойную работу всей энергослужбы предприятия. Работа с высоковольтным оборудованием, питающим все агрегаты «Ямалкоммунэнерго», требует ответственности и самого серьёзного подхода к делу. «Прежде всего персонал в нашей службе подбирается не просто так. Здесь люди, которые устойчивые, не только стрессоустойчивые, которые могут в аварийных ситуациях принимать верные решения, быстрые решения, качественные решения». Четыре котельные, четыре канализационно-насосные станции, контрольно-очистные сооружения и многое-многое другое. Мы отвечаем за исправность практически 500 двигателей, говорит Максим Русских. «Любой насос никогда не закрутится, если не будет работать электрический двигатель. Мы следим за этой работой, чтобы каждый двигатель вращал нужный вам насос». В работе электрика важно всегда следовать инструкциям и нормам. Ошибки здесь недопустимы. «Электрика ошибается, как сапёр один раз. Вот в нашей службе это непосредственно важно. Никогда не ошибиться. У нас есть инструкции, у нас есть правила, нормы. Мы должны их, если мы не будем ими пользоваться, ими работать, то у нас будут аварии. Моя задача – сделать работу без аварии». «Знания необходимы для данной специальности в очень большом объёме. И, по сути, Максим Сергеевич находится на должном уровне. И в данный момент он является исполняющим обязанностью начальника участка по эксплуатации. Он как бы с достоинством, с почётом выполняет свои функции». На предприятии не сомневаются. Высокочастотные преобразователи и микропроцессорные системы не выйдут из строя. Осмотр и ремонт оборудования будет осуществлён вовремя, а учёт электроэнергии будет самым точным. И в этом заслуга профессионалов, энергетиков Муравленко. Анна Мария, Сергей Лукович, Новости Муравленко.